Здравствуйте, я учитель химии Назарбаево-Инсердарной школы химико-биологического направления Кашихметова Ольга Викторовна. Тема нашего занятия – электролиз, производство полезных химикатов, алюминий, медь, хлор и дроксид натрия. Цели обучения нашего занятия – понять роль электролиза в коммерческом, то есть промышленном производстве в мире, знать и понимать химию производства обремени, знать и понимать химию производства хлора и гидроксида натрия. Целью нашего урока является понимать, что для промышленного производства простых веществ в основном используется электролиз. Большинство учащихся должны составлять схемы электрохимических уравнений, изучаемых процессом. Некоторые учащиеся должны уметь предсказать продукты электролиза процесса производства меди, алюминия, хлора, гидроксида натрия. Если вы освоите материал предложенного урока, то вы сможете продемонстрировать знания промышленного производства меди, понимание роли электролиза в промышленном производстве меди, продемонстрируйте знания промышленного процесса производства алюминия, а также знания промышленного процесса производства хлора и гидроксида натрия. Сможете продемонстрировать навык составления схем электрохимических уравнений, предсказать продукты электролиза процесса, тогда вы сможете достигнуть цели обучения. Нам с вами пригодятся предыдущие знания о химических реакциях, растворах и растворении. Давайте мы с вами повторим такое понятие, как электрический ток. Электрический ток – это упорядоченное движение заряженных частиц в проводнике. Чтобы он возник, следует предварительно создать электрическое поле, под действием которого вышеупомянутые заряженные частицы придут в движение. Следующее понятие – анод. Что это такое? В электрохимии катод – это электрод, на котором происходят реакции восстановления. Вспомним еще одно понятие – анод. Анод – адрионегреческое – авадос, движение вверх. Электрод некоторого прибора, присоединенный к положительному полюсу источника питания. Что же мы называем ионом? Ион от греческого – айон – идущий. Это одноатомные или многоатомные частицы, несущие электрический заряд. Например, ион водорода, лития, алюминия, аммония, тарит ион и сульфат ион. Положительные ионы называют катионами, англического – катио, буквально идущий вниз. Отрицательные – анионами, англического – анион, буквально идущий вверх. Давайте мы с вами еще вспомним одно понятие – электролиз. Что это такое? Электролиз – это окислительно-восстановительный процесс, который происходит на электродах во время прохождения электрического тока через распах или раствор. При прохождении процесса электролиза нам необходимо два электрода – анод и катод. Отрицательно-заряженные ионы движутся к электроду, который называется аон. Анод – он положительно заряжен. Положительно-заряженные ионы движутся к катодой, он отрицательно заряжен. Процесс электролиза происходит в электролизере. Электролиз – это еще и способ получения чистых металлов и неметаллов. При помощи электролиза мы можем получить чистые металлы, такие как медь или натрий. Неметаллы – серу или хлор. Электролиз бывает двух видов – растворов. При электролизе растворов, кроме ионов самого вещества, в процессе участвуют ионы растворителей. И расплавы. При электролизе растворов только ионы самого вещества. Для того, чтобы получить нужный продукт – газ, металл или неметалл – нужно правильно выбрать электрод и раствор электролита. Электродами могут служить любые материалы, проводящие электрический ток. В основном применяют металлы и сплавы. Из неметаллов электродами могут служить, например, графитовые стержни. Реже в качестве электрода используют жидкости. При электролизе происходит окисление анода, он растворяется, и восстановление катода. Именно поэтому анод следует брать таким, чтобы его растворение не повлияло на химический процесс, протекающий в растворе или расплаве. Такой анод называют инертным электродом. В качестве инертного анода можно взять графит, то есть углерод, или платину. В качестве катода можно взять металлическую пластину. Она не будет растворяться. Подойдет медь, латунь, углерод или графит, цинк, железо, алюминий. При электролизе водных растворов на аноде происходит окисление бескислородных солей. Всех, кроме фторид-ионов. В результате образуется чистый неметалл. Если же электролизе подвергаются водные растворы соли, кислород, содержащих анионов, то на электроде происходит окисление молекул воды с образованием кислорода и котионов водорода. В результате происходит окисление гидроксогрупп с образованием кислорода и молекул воды. Процессы, происходящие на анодах, подвергаются определенным правилам. Они подчиняются последовательности окисления анионов на инертном аноде. Вы видите перед собой ряд, в котором наблюдается уменьшение активности, то есть способности анионов окисляться. Возглавляет этот ряд сульфид-ион. За ним идут галогенид-ионы, еще раз напоминаю, что все, кроме фтори-иона, потому что он не будет окисляться на аноде. После этого может окислиться гидроксид-ион. Но если соль образована кислород, содержащийся анионами, то в результате будет происходить окисление молекул воды с образованием кислорода и катионов водорода. Если у нас протекает электролиз раствора соли, содержащий в себе неактивные анионы, то возникает конкуренция между молекулами воды и кислотными остатками. Вода более активна, чем все кислород, содержащие анионы. Давайте рассмотрим, как будет протекать электролиз раствора сульфата меди на активном аноде. В электролизированную ванну мы нальем электролит сульфата меди. Сульфат меди диссоциирует на ионы. Катион меди и анион сульфат. Этот процесс является обратимым. Поместим в электролизер два электрода, катод и анион. Оба будут медными. Катод подключен к отрицательному источнику тока, а анион подключен к положительному источнику тока. Если пропустить электрический ток через раствор электролита, то мы наблюдаем с вами упорядоченное движение катионов меди к катоду. В результате происходит восстановление катионов меди. Медь осаждается на электроде. В это время на аноде происходит процесс окисления. Медный анод окисляется. Атомы меди превращаются в ионы, которые переходят в сам раствор. Таким образом, концентрация катионов меди не изменяется. Давайте рассмотрим, какие же процессы могут протекать на катоде, происходящей в водных растворах. Данные процессы подчиняются правилам, которые можно просмотреть, исследуя ряд напряжений металлов. Ряд напряжений металлов можно разделить на три зоны. Металлы, которые расположены от лития по алиминию включительно, в процессе электролиза на катоде не будут восстанавливаться. Будет восстанавливаться вода с образованием водорода и гидроксид ионов. Если же металлы расположены от алиминия до водорода, то на катоде будет происходить одновременно восстановление молекул воды с образованием водорода и гидроксид ионов, а также восстановление катионов металла. Если металлы расположены после водорода в электрохимическом ряду напряжений, то на катоде будет происходить восстановление только катионов металла с образованием чистых металлов. Давайте мы с вами попробуем спрогнозировать продукты электролиза в водных растворах. И первым рассмотрим электролиза в водных растворах хлорида меди. Хлорид меди в растворе диссоциирует на ионы. Катион меди, который движется к катоду, и хлорид анион, который движется к аноду. На катоде у нас будет происходить процесс восстановления катионов меди на аноде окисления хлорид ионов с образованием молекулы хлора. Суммарное уравнение этого процесса будет выглядеть следующим образом. Хлорид меди разложится на медь и хлор. Давайте с вами рассмотрим еще один процесс и спрогнозируем продукты электролиза водного раствора сульфата меди. Мы с вами знаем, что в водных растворах возможна конкуренция анионов. В данном случае сульфат анион неконкурентоспособен по сравнению с водой. Катионы меди, образующиеся при диссоциации сульфата меди, движутся к катоду, к аноду же будет двигаться молекула воды. На катоде происходит восстановление катионов меди, на аноде происходит окисление молекулы воды с образованием кислорода и четырех катионов водорода. Суммарное уравнение этого процесса будет иметь следующий вид. В результате у нас образуется медь, на аноде выделяется газ кислород, в растворе в электролизоре остается раствор серной кислоты. При электролизе разбавленных и концентрированных растворов образуются различные продукты реакции. Давайте мы с вами рассмотрим процесс электролиза раствора. Для этого нам понадобится электролизированная ванна, два электрода, катод и анод. Катод подключен к отрицательному источнику тока, анод подключен к положительному источнику тока. В электролизер нальем раствор электролита. На катоде у нас будет происходить процесс восстановления, а на аноде процесс окисления. В электролизер нальем раствор хлорида натрия. Между электродами поместим диафрагму, для того чтобы не смешивались продукты. В качестве электрода будем использовать платину. Вы знаете, что платина является инертным электродом. У нас образуется в растворе четыре типа иона. Катион натрия, катион водорода, анион хлора и анион гидроксогруппы. Катион водорода и катион натрия двигаются к катоду. Хлорид анион и гидроксид ион двигаются к аноду. На катоде у нас будет происходить восстановление водорода. Восстановительная способность водорода в данном случае выше. В результате из двух катенов водорода у нас образуется одна молекула водорода. На аноде более конкурентоспособным, в данном случае, потому что раствор является сильно разбавленным, является гидроксид ион. И происходит восстановление гидроксид иона с образованием молекулы воды и кислорода. Вы видите, что образуются продукты в соотношении 2 к 1. На одну молекулу кислорода приходится 2 молекулы водорода. И можно сделать вывод, что в результате происходит электролиз воды, а не электролиз хлорида натрия. В околокатодном пространстве происходит увеличение концентрации гидроксид иона, вследствие чего повышается значение pH раствора. В околокатодном пространстве увеличивается концентрация катионов водорода, и pH раствора падает. Суммарно, pH раствора не изменяется, остается постоянно. А теперь давайте рассмотрим электролиз концентрированного раствора хлорида натрия. Будем использовать также платиновые электроды. В растворе у нас имеется 4 вида ионов, катион натрия водорода, анион хлора и гидроксид иона. Концентрация ионов хлора превышает концентрацию гидроксид иона, и поэтому гидроксид ион не конкурентен по сравнению с ионами хлора. В результате произойдет окисление ионов хлора с образованием молекулы хлора, которые отдают 2 электрона. На катоде также будет происходить восстановление водорода с образованием молекулы водорода. У нас образуются продукты в одном соотношении, но мы видим, что хлор это желтый-зеленый газ. В околокатодном пространстве увеличивается концентрация гидроксид иона, вследствие чего pH раствора увеличивается. Продуктами данного процесса являются водород, гидроксид натрия и хлор, которые образуются в соотношении 1 к 2 и к 1. А теперь давайте рассмотрим с вами электролиз расплава. При электролизе расплава хлорида натрия образуются катионы натрия и анион хлора, на катоде происходит процесс восстановления катиона натрия, который принимает 1 электрон. На аноде происходит окисление ионов хлора, которые дают 2 электрона с образованием молекулы хлора. Мы видим, что число принятых и водонных электронов не совпадает, поэтому полуреакцию восстановления натрия необходимо умножить на 2. Продуктами реакции данного процесса являются натрий и хлор. Электролиз принято обозначать в реакции словом электролиз или символом молнии. При электролизе гидроксида калия образуются ионы калия и гидроксиды. На катоде происходит восстановление катиона калия, который принимает 1 электрон. На анионе окисление гидроксид иона, которое дает 4 электрона. В результате образуется кислород и 2 молекулы воды. Мы видим опять, что не соответствует число принятых и водонных электронов, и поэтому полуреакцию восстановления калия необходимо умножить на 4. При составлении суммарного уравнения мы с вами получим 4 атома калия, молекулы кислорода и воду. При электролизе расплава сульфата натрия. Сульфат натрия распадается на ионы натрия, и сульфат аниона. На катоде происходит восстановление натрия, который принимает 1 электрон. На аноде происходит окисление сульфата иона, которые дают 4 электрона. В результате образуются 3 оксид серы и кислород. Уравновешиваем баланс электронов и умножаем полуреакцию на 4. Восстановление натрия. А теперь давайте спрогнозируем продукты электролиза расплава. В качестве примера возьмем расплав бромида меди. Бромид меди будет диссоциировать на ионы. Миди, который двигается к катоду. И брома, который будет двигаться к аноду. Катионы меди будут восстанавливаться на катоде, а неоны брома окислятся, отдавая 2 электрона, образуя молекулу брома. Суммарное уравнение данного процесса будет видеть следующий вид. Давайте рассмотрим еще один процесс. Электролиза расплава сульфата меди. Сульфат меди будет диссоциировать на ионы. Катион меди, который движется к катоду. Сульфат анеон, который движется к аноду. На катоде произойдет восстановление котенов меди. На аноде окисление сульфата анеона с образованием продукта кислорода и 3-оксида серы. Суммарное уравнение этого процесса будет иметь следующий вид. При электролизе расплавов кислород, свержащих солей, на аноде происходит окисление кислорода, кислотного остатка. При этом выделяется кислород. В электролизе остается оксидный металл, образовавшего анион соли. Одним из практических применений электролиза является получение алюминия в промышленности. Алюминий получают из руды, которая называется боксид. Полученную руду необходимо транспортировать на металлургический комбинат. На первой стадии боксиды очищают. В результате получают оксид алюминия, который называется глинозем. Для того, чтобы расплавить глинозем, необходима большая затрата энергии, потому что он плавится при температуре выше 2000 градусов. Для того, чтобы снизить экономические затраты, его не расплавляют, а растворяют в расплаве креолита. Креолит имеет номенклатурное название гексофторит алюминат натрия. Температура его плавления составляет 950 градусов Цельсия. В качестве электродов используются графитовые инертные электроды. Анод, в свою очередь, взаимодействует с кислородом, образующимся при электролизе оксида алюминия. И таким образом аноды очень быстро выходят из строя и требуют систематической замены. Побочным продуктом этого процесса является образующийся фтор. Фтор – очень токсичное вещество, к тому же является окислителем. Его необходимо удалить из системы. Всем привет! Т 할머니! Хорош. Т 할머니. После того, как фтор будет удален из системы, можно приступить к сбору алюминия, который, как вы видите, на данный момент плавает на поверхности расплава. Расплавленный алюминий собирают и сливают в определенные формы. После того, как алюминий застыл, алюминиевые бруски подвергаются прокатке. В результате образуются большие рулоны тонких листов алюминия. В 1886 году Чарльз Холл предложил способ получения алюминия промышленности. Он предложил длиннозем расплавлять в криолите. В качестве электролизера использовалась железная ванна. Сейчас используют стальную ванну. Дно этой ванны выкладывалось в прослойке графита, который является катодом. В качестве анода использовался также угольный электрод, который взаимодействовал с образовавшимся кислородом в результате электролиза. На дне скапливался расплавленный алюминий. Когда длиннозем подвергается расплавлению, то он диссоциирует на ионы, которые начинают упорядоченно двигаться при пропускании электрического тока. А неоны кислорода держатся к аноду, который разряжается, отдавая свои электроны. Электроны перемещаются к катоду. Возле катода сосредоточены катионы алюминия, которые принимают эти электроны. Еще одно из применений, практического применения электролиза, это есть промышленное получение меди. В литосфере иметь встречается в виде различных минералов. Самые распространенные из них – это медный перид, куприд и медный глянец. Для производства меди используют медный перид. После того, как медную руду добыли, ее необходимо транспортировать на металлургический комбинат. На первом этапе медную руду подвергают измельчению. Измельченную руду отправляют на очистку. Для этого ее помещают в емкость с водой и тщательно перемешивают. Этот процесс называется флотация. Медная руда не смешивается с водой и остается на поверхности. Примеси, которые содержались в руде, оседают на дне. Смоченную медную руду отправляют на дальнейшую переработку. Ее пропускают через потоки водяного пара и огня. Это еще один этап очистки, который претерпевает химические изменения. Побочными продуктами этого процесса являются оксид серы, оксид фосфора, оксид мышьяка. В результате образуются сульфиды мили и железо. Данную смесь смешиваю с коксом, это обогащенный уголь, и песком. После этого данную смесь отправляют в печь для обжига. Обжиг происходит при постоянной подаче воздуха. В результате обжига у нас также образуется оксид серы, оксид железа. Образующийся оксид железа вступает во взаимодействие с песком, с образованием силиката. Его называют шлак. Расплав с большим содержанием меди от 96 до 98% отправляют для дальнейшей переработки. Концентрат заливают в емкость, на дне которой расположен раскаленный песок и продувают горячим воздухом. Примеси серы и мышьяка улетучиваются в виде их оксидов. Сульфид железа в взаимодействии с кислородом образует оксид железа, который связывается песком, с образованием шлака. Сульфид меди, окисляясь, превращается в оксид меди, который может взаимодействовать с сульфидом меди, с образованием чистой меди. В итоге мы получили концентрат расплава меди, который содержит в себе примеси. Для того, чтобы получить чистую медь, данный концентрат подвергается рафинированием. Для этого, из этого концентрата изготавливается анод. Катод тоже является медным. Эти электроды помещаются в раствор сульфата меди, подкисленный серной кислотой. В результате происходит окисление анода. Катионы меди двигаются к катоду, где происходит их восстановление. На дне оседают примеси. В результате получают чистую медь в 99% содержании. И еще одно при практическое применении электролиза это получение хлора и гидроксида натрия. Содиум-клориде электролиза натрия. Содиум-клориде электролиза натрия. Содиум-клориде электролиза натрия. Эти электролиза натрия. Эти электролиза натрия. Содиум-клориде электролиза натрия. Субтитры создавал DimaTorzok A sure sign that this gas is hydrogen. So, why does the electrolysis of sodium chloride solution produce hydrogen and chlorine? Imagine you can see the charged particles in solution. There are sodium ions, which are positive, and chloride ions, which are negative. The others are present in water, positive hydrogen ions and negative hydroxide ions. These different charged particles are all free to move. Once the power supply is switched on, the positive ions are attracted to the negative electrode. The negative ions move towards the positive. Sodium and hydrogen compete to gain electrons. The hydrogen ions win out. They lose their positive charge and form bubbles of hydrogen gas. Competition also happens at the positive electrode. This time, chloride ions win out, losing their negative charge and forming bubbles of chlorine gas. Industrially, the electrolysis of sodium chloride solution can provide us with many useful materials. Chlorine is used as a disinfectant in swimming pools. Hydrogen is used as rocket fuel. And the sodium hydroxide solution, left behind, is used in the manufacture of bleach. Thank you for your attention. You can find the material on the website www.yedukizeta.com Thank you.